ребят всем привет сегодня у нас будет такое повествовательное скажем так мероприятие но конкретно заточена на тот момент что нужно когда вы куда-то едете далеко вам где-то нужно ночевать хорошим вариантом ночевки конечно является какой-то отель-мотель-хотель все равно но если вы не хотите заморачиваться записывать свои данные искать этот мотель свободные места рыться в интернете а просто хотите приехать на любую площадку полянку поставить сразу палятку палатку и уснуть в этом деле нам сегодня поможет наша сегодняшняя так сказать вещь это кровать для начала давайте покажу вернее расскажу как она мне далась ребят искал я кровать очень долго и на самом деле я не знаю она мне подойдет или нет но я за нее заплатил дело в том что эта кровать ехала ко мне в севастополь в крым непосредственно с новосибирска прошу не путать с новороссийском который находится тоже не так далеко порядка 500 наверное километров до новороссийского от севастополя а от новосибирска до севастополя солнце яркое извините одену а от новосибирска до севастополя у нас получается больше в районе 5000 километров так вот друзья мои я сегодня получил эту посылку которая весит 5 килограмм которая легкоразборная и я что вам хочу сказать заплатил сама посылка на авито стоила сама кровать на авито стоила 3200 рублей посмотрим удастся нам эту кровать для себя приспособить потому что вес у меня 107 килограмм и кровать мне нужна именно та которая весит вернее максимальный вес у нее который порядка 120 килограмм во всяком случае заказано здесь я очень много очень много информации получал искал пройти кровати и я на самом деле не знаю кто-то говорит до 100 килограмм кто-то говорит 120 килограмм разные расцветки разные моменты но ребят давайте будем смотреть что из этого получилось в общем и целом вот примерно так выглядит эта кровать и давайте немножечко отойду вот так вот она выглядит она весит порядка четыре килограмма 900 примерно 950 грамм ну что ж давайте посмотрим как она себя будет вести давайте будем смотреть для для этого у меня есть специальный нож нож называется там то значит заточка ножа он под самурайский меч ну и он так и называется танто кто хочет посмотреть информацию про этот нож пожалуйста заходите по ссылочке по этой и вы получите эту информацию сейчас переходим к нашей кровати итак ребят здесь сразу идет подушечка которая ну вот так вот она просто идет без всяких там липких вещей дальше вытаскиваем что-то мне кажется что на 120 килограмм она не потянет то есть некоторые моменты у нее почему-то уже некоторые моменты видите немножко какие-то сбитые ну сжатые выглядит конечно но такое себе ну давайте посмотрим давайте испытаем итак вот таким образом это все делается мы просто-напросто открываем ее и к нам даже приехала ниточка красная из новосибирска ну что ребят данная кровать выглядит примерно вот таким образом вернее что же примерно точно абсолютно и здесь давайте с вами сразу посмотрим на те огрехи которые есть если конечно мы их найдем и так долгое время я искал именно эту кровать давайте посмотрим что у нее внутри вот в этом месте у нее значит вот такая дырочка с таким сечением ну и она не совсем круглая если вы обратили на это внимание дальше надо обратить внимание вот на такие вот штуки я надеюсь вам будет видно в общем некоторые помятости здесь у нас пластик ну естественно все ходит достаточно ходуном ну оно так и должно быть что меня порадовало что здесь есть внизу на ножках есть специальные установки такие которые платформы которые не дадут нашей палатки в которой мы будем спать ну собственно говоря не дадут и порваться давайте посмотрим с обратной стороны что у нас здесь посмотрите свободный чехол то есть чехол он достаточно свободный да в том плане что наверняка его можно снимать каким-то образом черт его знает но визуально пока вроде как нельзя но как вы поняли вот кстати ниточка какая-то довольно неплохая довольно неплохая у нас идет матерчатая ткань какая-то чем-то пропитанная здесь у нас тоже ну и выглядит это следующим образом и я так думаю что с этой стороны у нас и будет место для головы ну а сейчас нам надо лечь действительно она очень удобная в плане сборки разборки раз раз вытащил из машины вот так сделал и все при моем росте 187 сантиметров ноги у меня находятся ну на нормальном в нормальном положении голова немножечко вот так если сделать то голова ну в принципе она у меня никуда она не падает то есть все хорошо данная кровать на сайте авито стоит 2 ошибочка пардон стоит 3200 рублей я нашел 3000 рублей за такую кровать но что вам сказать это была ошибочная цена и на самом деле был один и тот же продавец который сказал что цена на самом деле является 3200 рублей ну что ладно делаем покупку заказал наложным платежом мне сразу сказали что можно сделать как вместо наложного платежа можно оплатить транспортными компаниями если наложным платежом российская почта берет 800 рублей от нового от новосибирска в крым то обычными компаниями транспортными это будет в районе 500 рублей то есть ну я бы заплатил 4 ты 3 тысячи 700 почти 4 тысячи а в этом почте россии 800 рублей кстати чё я держу 5 килограмм зачем вот только сейчас я начал чувствовать этот вес 5 килограмм а когда я вот здесь вот это разбирал крутил поднимал но общий вес абсолютно нормальный я его абсолютно не чувствовал надеюсь что никак не отразится на моем здоровье итак ребят в продолжении самой покупки давайте все-таки продолжим получилось 3 700 обычной транспортной компании но надо было заплатить деньги вперед либо 4 тысячи потому что 800 3 300 стоит непосредственно сама кровать 800 доставка и того 4000 ровно на этом все ребят спасибо что были подписывайтесь на мой канал и добавляйте свои жирные лайки под мое видео спасибо пока тем кто дождался конца этого видео давайте я все-таки сделаю еще один важный момент расскажу это как помещается собственно говоря сама кровать в автомобиле в багажник автомобиля у меня небольшой кроссовер давайте я покажу это бмв x1 только что я попробовал разместить у себя эту кровать вот здесь вот в этом месте но у меня к сожалению ничего не получилось и самым лучшим местом наверное будет вот у задней стенки вот так выглядит впритык прямо отсюда досюда размер метр ну и скорее всего так оно и получилось что прекрасно входит вот сюда к сожалению жалко что не смогу ее возить всегда с собой ну просто потому что хотя кто его знает может быть и буду я же не грузовик положил и в принципе место в багажнике еще достаточно но если бы она лежала там то я вообще все равно было бы абсолютно ну я имею в том поддоне было бы абсолютно все равно что я везу в багажнике потому что ее не было бы видно ну в общем как то так ну а теперь ребят на этом уже точно все спасибо что были всем удачи пока пока увидимся в лесах пока